Родилась в рубашке, так говорят врачи, 10-летняя Асиат Шарипова. Девочка с подругами играла на территории дома, где полным ходом шло строительство, и упала лицом прямо на арматуру. Металлический штырь прошел насквозь через полость рта, чудом не задев жизненно важные органы. Сейчас жизни и здоровью девочке ничего не угрожает. В этом убедилась Ляна Парчуева. Сейчас Асиат чувствует себя лучше. Болей практически нет. Шрамы останутся совсем незаметные. Но в первые минуты, когда увидела ребенка после травмы, была в ужасе, рассказывает мать. Девочка буквально повисла на остром штыре. Такое увидеть, конечно, не пожелаю. Даже врагу со стороны даже. Ну, потом уже я не знаю, что было дальше. Это было очень неприятно. Поселок Чапаева, в котором живет девочка, относительно новый. Здесь везде ведется строительство. В собственном дворе не оставляю ничего опасного, говорит отец Аси Исмаил Шарипов. Как-никак в доме пятеро детей. Но как уследить, если ребенок на улице? Гулять-то негде. Вот дети и играют на стройках. Я сперва рискнул ее вытащить. Потом уже понял, что бесполезно. Сонная артерия, не артерия. Может, задел бы что-нибудь. Это оставил врачи. После укола уже вытащили. То, что жизненно важные органы не задеты, это чудо, говорят врачи. Арматура пробила насквозь челюсть и мягкие ткани. Но все, о чем просила девочка, когда ее привезли в больницу, чтобы маму успокоили и сказали, что ей не больно. Вытащили ее по ходу, как она вошла. По этому же ходу мы вышли в ту сторону. Зашили раны во рту. Там какие-то последствия. У нее перелом верхней челюсти был. Аллюлярного отростка называется. Зубы, четыре зуба ушли. И слизистые повреждения дна полусерта слизистой. Больше других травм не было. Произошедшие отчасти вина владельца участка, говорят в администрации Махачкалы. По закону застройщик обязан огородить территорию. Существует еще технология производства работ на объекте. Также нормативы СНИПы по производству работ на строительных объектех, которые должны соблюдаться в обязательном порядке застройщикам на своем участке. Цель первого – через соблюдение правил безопасности на строительной площадке. Она ставится во главу угла. И данные нормативы должны соблюдаться в обязательном порядке. На деле строят по правилам лишь единицы. Застройщики ограждают территорию в основном ту, где возводят многоквартирные дома. В том числе и по этой причине ежегодно в детскую республиканскую клиническую больницу с различными травмами поступает порядка 800 детей. Врачи призывают родителей быть внимательней и чаще разъяснять детям правила безопасности. Леона Парчуева, Саид Кутеев. Время новостей.